Итак, друзья, всем привет. Давно не выходил на связь. Много всего разного такого интересного происходило, в кавычках. Вот, и все помните, наверное, мои сообщения о том, что был взломан канал. Действительно, он был взломан. Я бился почти пять суток над тем, чтобы его восстановить. В итоге, к счастью, все получилось. Канал восстановлен. На нем теперь дополнительная защита еще включена, так что, ну, я надеюсь, таких эксцессов больше не будет. То я уже хотел прям крест поставить, потому что Google не хотел меня пускать в канал. Спасибо всем, кто вызвался помочь в расшифровке, переводе с рукописи в электронный вид дела Евдокимова. Тут есть один важный момент. Чтобы не происходило какого-то такого хаоса у нас в переводе, в этой работе, я предлагаю всем, кто уже начал работу, кто что-то уже сделал или делает, зайдите в... Вот под этим видео будет закрепленный комментарий вверху со всякими там ссылками полезными. И в ответе на этот комментарий прям нажмите «Ответить» под этой веткой. И отметьтесь, пожалуйста, каждый, кто занимается делом Евдокимова, о том, сколько вы листов уже сделали и сколько листов планируете сделать. Для того, чтобы люди не делали двойную работу друг другу, помогите, грубо говоря, да, чтобы можно было разбить по каким-то частям более удачным все это дело, да, и не повторяться друг за другом. Так будет и быстрее, и эффективнее. Просто распределитесь там, да, параллельно, да, кто занимается какими частями. Вот. И сегодня я хотел бы еще два дела интересных зачитать, даже, может, три, которые касаются, так или иначе, периода уже после войны Кавказской, когда уже прошли годы, десятилетия прошли, и многие из западных адыгов, черкесов, они по-прежнему пытались уйти с родины в Турцию, ну, уже часто мотивируя тем, что мы здесь находимся на положении таких вот, скажем так, обделенных людей крайних, и у нас там наши все родственники, нам там как-то будет удобнее. И они пытались всячески вот уехать, хотя Российская империя, правительство всячески сопротивлялось этому процессу, потому что после Кавказской войны, спустя там буквально год, вышел запрет имперский на выезд вообще, да, то есть без оснований определенных, да, одного основания оставалось, только в Мекку сходить, в паломничество, и поэтому, как бы, люди пользовались этим способом для того, чтобы уйти и не вернуться, так скажем. Давайте разберем подробнее, что же это было, почему так происходило. Для этого нам понадобится фонд пятый, опись один, дело номер 2872. О намерении некоторых племен горцев Западного Кавказа, в скобочках бжедухов, шапсугов и других, переселиться навсегда в Турцию. 1873 год, напомню, да. Это у нас исторический, национальный исторический архив Республики Грузия. Итак, что же там было написано? Первое, что обращает на себя внимание, это копия соотношения российского императорского посла в Константинополе, который 1 февраля 1973 года вот что пишет. Начальник Кубанской области уведомил меня отношением от 16 декабря 1972 года о выезде нескольких горцев в Турцию под предлогом путешествия в Мекку. В числе их находится некий Хаджи и Эфенди Худ, сосланный в 1865 году в Смоленскую губернию за возбуждение населения Кубанской области к переселению в Турцию и возвратившейся впоследствии на родину. Господин начальник Кубанской области имел основание предполагать, что упомянутые вышегорцы отправились с тайным поручением добиться от порты, то есть правительства Османской империи, ходатайства перед нашим правительством о дозволении кубанским мусульманам поголовно выселиться в Атаманскую империю и ввиду сего обстоятельства просим обратить особенное внимание отправившихся в Константинополь кубанцев с тем, чтобы следить за их поведением. Хотя императорскому посольству не удалось до сих пор удостовериться в личном пребывании здесь Хаджи Эфенди Худ и его товарищей, из собранных справок, однако, оказалось, что действительно депутация кубанских мусульман представила недавно султану прошение об отведении в Турции земель для трех тысяч кубанских семейств, желающих выселиться из России. Упоминая о неудобствах, возникающих вследствие беспрерывного движения как мусульманского народонаселения из России в пределы Атаманской империи, так и христианского из Турции к нам. О чем речь? Армяне и греки, те самые понтийские, понтийские, которые тоже так же массово уходили из Турции на опустевшие земли Западного Кавказа, куда их приглашала Российская империя для заселения и освоения, так сказать, тех территорий, которые казаки не смогли освоить, горы и прибрежная территория. Великий визирь, тем не менее, заявил в ответ на запросы первого драгомана императорского посольства, что кубанские эмигранты могли бы действительно выселиться за дозволением борты в случае, если бы мы этому не воспрепятствовали. Я не применил сообщить о вышеизложенном господина начальнику Кубанской области с просьбой сообщить мне его заключение. Ввиду могущих представиться затруднений, долгом считаю покорнейше просить ваше превосходительство благоволить сообщительный взгляд нашего правительства на могущий возникнуть вопрос о поголовном переселении кубанских горцев, дабы я мог сообразоваться с содержанием моих сношений с портой правительства Османской империи. В следующем письме появляются подробности. Копия с отзыва начальника Кубанской области чрезвычайному и полномочному послу в Константинополе от 2 марта 1973 года. Спеша удовлетворить ваше превосходительство выраженному в отношении ко мне от 3 числа прошлого февраля. Письма имею честь сообщить, что оставшиеся у нас горцы после ухода их соплеменников в 1864 году при покорении Западного Кавказа, проникнутые мусульманским фанатизмом, всегда имели убеждение, что они остаются здесь временно, но что рано или поздно должны присоединиться к своим, прежде их эмигрировавшим. Свои симпатии к Турции и стремление туда переселиться они высказывали при каждом удобном случае, что в 1868 году повело к известной катастрофе на реке Ходзь, где между населением настроение это проявилось тогда с такой настойчивостью, что местное начальство вынуждено было прибегнуть к военной силе и отобрать у горцев огнестрельное оружие. Напомню, что подобный же случай произошел в селении Габукай, которое тоже восстало, стремясь покинуть родину и сумело какое-то время поднять еще три аула рядом против, ну, на это дело, да, но потом, когда их окружили войска, они последние до последнего, как бы сказать, пытались сопротивляться, но силы были неравны и они вынуждены были сдаться и сдать 10 человек, которые были потом приговорены к ссылке в Сибирь. Одного из них, правда, было искали, десятого. Вот, так что это событие не единичное, то, что произошло на реке Ходзь. После этого горцы наружно успокоились, но в последнее время снова между ними началось брожение умов по поводу последовавшего разрешения Крым-Гирею Хана Хукову переселиться в Турцию с несколькими семействами своих родственников. Это разрешение внушило им мысль, что если они настойчиво будут заявлять свое стремление, то, вероятно, добьются желанного дозволения к поголовному переселению. В таком настроении умов горцы воспользовались посещением в сентябре месяца 1972 года Кубанской области великим князем-наместником Кавказским и сделали его высочеству свои заявления, на которые последовал категорический отказ, причем было им внушено, что они, как русские подданные, должны забыть и думать о переселении в Турцию. После этого они задумали удостовериться, примет ли их турецкое правительство, и с этой целью отправили в Константинополь тех шести человек, о которых имел честь сообщить вашему превосходительству в отзыве за номером 92. Сколько мне известно, главное кавказское начальство разделяет мнение о ненадежности горцев, но имею основание полагать, что оно не даст согласия на поголовное их переселение. Отношение вашего превосходительства 3 февраля я вместе с ним представляю в Тифлис, откуда без сомнения будут сообщены вам более подробные соображения. Генерал-лейтенант Лакси. В Тифлисе, напомню, тогда находился центр Кавказского управления Российской империи, военного и гражданского. Дальше. В этом же деле встречается нам такое секретное письмо. Начальник главного управления, наместника Кавказского, от 16 апреля 1973 года, пишет милостивому государю Михаилу Гририевичу. Одновременно с отношением вашего превосходительства от 2 числа минувшего марта получено было мною от посла нашего в Константинополе уведомление о поданном султану прошении поверенными от кавказских племен джедугов и пшапсугов и некоторых других о дозволении им переселиться навсегда в Турцию. Причем генерал-лейтенант Игнатьев просил меня сообщение ему заключения Кавказского наместника по этому предмету. Вследствие сего, я нужным счел уведомить императорского посла, что государь-великий князь-наместник как небезызвестно вашему превосходительству уже неоднократно изволил лично и положительно объявиться кубанским горцам, что переселение из пределов империи неосовершенно воспрещено и вместе с тем в видах постоянно возобновляющихся в среде кубанских горцев тревожного стремления к переселению, поддерживаемого по всей вероятности лишь некоторыми неблагонамеренными личностями, я просил побудить турецкое правительство к объявлению прибывшим в Константинополь депутатам положительного отказа на их просьбу, а равным образом сообщить неименной список этих депутатов и сведения о том, снабжены ли они узаконенными паспортами, как русскоподданные, дабы в случае, если окажется, что они отправились за границу тайно и без надлежащего на то дозволения местного начальства, по возвращении их из Константинополя на родину были подвергнуты наказанию через административную высылку их в отдаленные внутренние губернии. Извещаю ваше превосходительство о таковом сообщенном мною послу отзыве, удостоверившемся одобрения государя великого князя наместника, имею честь покорнейше просить вас о собрании и доставлении мне с вашей стороны подробных сведений о названных депутатах от кубанских горцев для принятия соответственных в случае обратного приезда их на родину мер. Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности. Выяснили три имени Хаджихут, Асакал-Оглу-Сиопсо и Нашхо-Хацац. Это из тех людей, которые были в этой делегации черкесской в Стамбуле. Дальше пишет посол из Министерства иностранных дел Российской империи в Константинополе барону Александру Павловичу Николае. 1973 год, 28 апреля. В дополнение к доверительному отношению моему 21 апреля считаю долгом сообщить вашему превосходительству, что из последнего разговора моего с турецким министром иностранных дел, я убедился, что порта, встревоженная заявлениями моими о намерении шурагельских армян переселиться на Кавказ, отказывается также от поддержания стремлений кубанских горцев эмигрировать в Турцию. При продолжительных объяснениях моих софит по шоу по всему предмету, я успел склонить его к необходимости отклонять на будущее время всякую попытку как христиан Турции, так и горцев-мусульман переселяться массами, допуская лишь выселение отдельных личностей или семейств в самом незначительном числе. Софьет Паша при совокупил при этом, что ввиду заступничества оказанного ныне депутатом кубанских горцев при дворе султана, которые нашли даже возможность прибегнуть к султанше в Алиде, она кабардинка, находящаяся в горе черкесов и очень влиятельная. Порте неудобно вполне отказать сим-депутатам в своем покровительстве и потому он обещал передать мне поименный список горских семейств, в котором спрашивается дозволение переселиться в Турцию. По получению новейшего списка я незамедлию сообщить он и своевременно кавказскому начальству. Примите уверение в отличном моем почтении и совершенной преданности. Дальше смотрим. Начальник Кубанской области 2 мая 73 года по фамилии Цакни пишет барону Александру Павловичу Николае «В ответ на отзыв от 16 апреля имея часть уведомить вашего превосходительства, что явившиеся в Константинополь 6 человек бжедухов, ходатайствующих перед правительством турецким о переселении в Турцию их соплеменников и других закубанских горцев отправились туда не тайным образом, но по срочным билетам на 8 месяцев, выданным им 30 ноября 72 года из канцелярии моей на основании общественных аульских переговоров, как едущим в Турцию по собственным делам, но как оказалось, они имели согласие своих соплеменников халопотать там о разрешении общего переселения. Таким образом, как выразители общего желания, эти 6 человек не могут считаться виновными, но как они все люди особенно влиятельные в народе и склоняли его к выражению явного нежелания оставаться в России, то было бы полезно хотя временно удалить их из края как подстрекателей, не допуская даже возвращение их сюда, а отправив их во внутренние губернии прямо из Одессы. Эта последняя мера особенно благодетельно могла бы подействовать на успокоение умов в народе и охладить стремление к переселению. Начальник главного управления наместника Кавказского в ответ на письмится к ним, а потом его преемника Кармалина сообщает, что не факт, что они приедут в Одессу. И еще нет законных оснований для их ареста МВД в Одессе. И еще мы точно не знаем, что сказало им турецкое правительство. Если арестовать, то горцы точно решат, что Турция дала добро и Россия из страха решила избавиться от депутатов с ссылкой. Если бы был отказом, то горцы хотя бы на время успокоятся. Если согласие, то всегда можно арестовать не за незаконное ходатайство. Смотрим комментарии дальше. Начальник Кавказского горского управления пишет барону Александру Павловичу Николаю конфиденциально. В следствии письма вашего превосходительства от 23-24 сентября всего года имею честь соответствовать, что в частях края, состоящих в военно-народном управлении, не установлена общая система на случай обнаружения в среди горского населения стремления к переселению в Турцию. В каждой из этих частей по разной характерности их населения действует особый на такой случай правило. Так, в Дагестанской области, где преимущественно в Приморской ее части не раз проявлялось стремление к уходу в Турцию, разрешается ежегодно увольнять определенное число семейств, которые получают паспорта под видом отправления на богомолье в Мекку с уплатой за себя повинностей вперед за 10 лет, причем им объявляется, что после ухода их за границу им возбраняется возвращение на родину. Такая мера до сих пор давала возможность самым крайним фанатикам выселяться в Турцию беспрепятственно и тем освобождала остальное население области от возбуждения с их стороны к выселению массами. В предшествовавшие до 1872 года разрешалось увольнять таким способом из Дагестана по 150 семейств ежегодно. В 1972 году разрешено было уволить 200 семейств и в настоящем году 300 семейств. Выселилось, однако, в прошлом году только 120 и в настоящие 177 семейств. Что же касается Закатальского округа и Сухумского отдела, то в этих частях края допущено беспрепятственное увольнение отдельных лиц без семейств на Богомоле в Мекку, чем в значительной мере и пользуется местное население, но по возможности не допускается уход в Турцию навсегда, за исключением особых случаев, относящихся исключительно до населения Сухумского отдела, когда, например, за остающихся на родине просят родственники, переселившиеся прежде в Турцию, или же когда за таковых ходатайствует наше посольство в Константинополь. Вместе с сообщением вышеизложенного имею честь выразить полную с моей стороны готовность доставлять вашему превосходительству на будущее время все сведения, какие вы бы нашли нужными иметь, относящиеся до мер, кои могут быть предприняты по военно-народному управлению касательно переселения горцев в Турцию. 29 сентября 1973 года. Следом идет письмо от посла посольства Российской империи в Константинополе. Посол пишет барону Николаю 20 октября 1973 года. Генеральный консул наш в Константинополе донес мне от сегодняшнего числа, что ему были переданы от главного агентства Русского общества пароходства и торговли 37 паспортов уроженцев Кубанской области, прибывших сюда с последним пароходом. 28 из этих паспортов выданы целым семьям горцев различных аулов Майкопского уезда на шестимесячный срок для проезда в Мекку. Остальные же восьми жителям Баталпашинского уезда, то есть это Корчао-Черкесия современная, на годовое пребывание в Турции. В паспортных книжках этих не отрезаны невыездные невозвратные листки. Явившись в Генеральное консульство за получением означенных паспортов, собственники их объяснили, что они составляют первую партию из трех тысяч семейств, имеющих прибыть в скором времени сюда для окончательного поселения в пределах Турецкой империи, на что будет будто бы изъявлено согласие стороны кавказских властей. На вопрос, почему это не обозначено в их паспортах и на что, наконец, им срочные паспорты, если они намерены остаться навсегда в Турции, горцы ответили, что кавказское начальство выдало им эти документы за тем, чтобы сохранить за ними право возвратиться на родину, если им в Турции не понравится. В следствии такого заявления ввиду циркуляра Министерства иностранных дел о невизировании паспортов в России переселенцам с Кавказа без предварительного сношения с кавказским начальством, Генеральное консульство удержало паспорт из казанных горцев и взамен он их выдало им проездные свидетельства наследования в МЕКУ. Имея честь уведомить о всем ваше превосходительство, долгом считаю объяснить, что я был крайне удивлен заявлением, сделанным прибывшими сюда горцами и могу приписать он ее лишь к недоразумению, тем более, что, хотя я лично полагаю, что выселение остатков племен шапсугов и бжедухов, упорно добивающихся перехода в Турцию, для нас полезно в некоторых отношениях, но его императорское величество великий князь наместник при разговоре со мной в Крыму летом сего года сказал мне, что кавказское начальство не признает возможным допускать ни под каким видом переселений из Кавказа массами. Полагаю, что ваше превосходительство не оставили бы поставить меня в известность, если бы мнение кавказского начальства по чему предмету изменилось в последнее время. Покорнейший прошу вас, милостивый государь, разъяснить мои сомнения касательно вышеизложенного обстоятельства и благоволить сообщить мне надлежащее указание о том, следует ли считать сказанных горцев переселенцами из Кавказа или же надлежит возвратить им паспорты их для обратного следования в Россию. Далее он там указывает, что делегаты самовольно приехали и не могут представлять весь народ, так как есть специальная процедура, согласованная с правительством. Турецкое правительство не должно вести переговоры с такими делегатами без справок от начальства, как это делает российское правительство по отношению к турецким армянам и что ограничения на переселение семействами действуют только в Дагестане из-за его особых местных свойств. Далее вице-консул Самсуни сообщает также о прибытии в город 1300 человек горцев на пароходе Кача 500 человек и Ростов 800 человек. Консул просит барона Николая разъяснить 8 декабря 1973 года что делать с ними. В итоге все делегаты вернулись на родину и 28 декабря 1973 года начальник главного управления кавказского наместника просил управляющего на Кавказе Кармалина и атамана Кубанской области что делать с двумя главными депутатами Хаджи Хасаном Исмаилом и Хаджи Исаком Сатоховым выслать ли административно их в внутреннюю губернию или что или что с ними делать или не трогать. Еще 24 ноября 1973 года посол в Кастинтополе писал барон Николай что по сообщению консула в Трапезоте в городе высадилось всего 60 семей то есть 400 человек примерно из Дагестана иммигрантов которые скоро должны турецкие власти переселить в городе Массию. Ну и закрывает это дело письмо управления Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора отделения 302 от 13 декабря 1973 года в Одессе начальнику главного управления наместника Кавказского. Керчь Яникольский градоначальник представляет мне что прибывающие в последнее время из Кавказа черкесы партиями выезжают через Керчь в Турцию по паспортам под видом богомолия тогда как в действительности лица отправляются за границу с семействами и всею утварью с тем чтобы остаться там навсегда 1400 душ человека. К этому делу хочется добавить маленький нюанс еще наверное такой важный достаточно связанный так сказать со стороны Абхазии с вопросом со стороны Абхазии который происходил примерно ну не примерно а немножко раньше но вот при похожих обстоятельствах это дело номер 147 из фонда 416 оп. 3 Национального исторического архива Грузии называется оно письмо управляющего российской императорской миссией в Константинополе управляющему дипломатической канцелярией наместника кавказского о подданном турецкому правительству прошении абазинцев о разрешении им переселиться в Турцию вместе со своим предводителем Хамид Беем он же князь Михаил Шервашидзе абхазский лидер 1864 год вот что там написано что управляющей миссией генерал-адъютант Игнатьев пишет управляющему дипломатической канцелярией начальника кавказского Черняеву 14 ноября 1964 года что некий некто Хамид Беем обратился к порте то есть правительству Турции о переселении и порта в лице турецкого министра иностранных дел то ли Дэчи то ли Рэчи там непонятно решила отправить в Сухумкале корабли для перевозки он выставил претензии турецкому турецкому правительству Дали Паше то есть этот посол на этот случай что у племени племени этих абазинцев будут большие проблемы при перевозке в неудобное время года и они будут нести сами ответственность за это и что без содействия российских прибрежных властей ничего не получится без предварительного обсуждения с главным кавказским начальством и распоряжения от него и значит в итоге решили это переселение отложить до весны пока ход до дела значит пока эта затяжка длилась узнали что Хамидбей это собственно Михаил Шарвашидзе лидер опальный лидер Абхазии и решили намекнуть Лали Паше в Турции что это обстоятельство все меняет и надо отказать в переселении пишет же тут же в скобочках посол что дал соответствующие инструкции Драгоману Мисси полковнику Богославскому как уговорить Пашу значит Паша спросил турецкого министра что нужны разъяснения и нет ли у Хамидбея христианского имени тот ответил что это князь Шарвашидзе то есть подтвердил и Богославский дал почувствовать как там написано в документах что это меняет дело сказал что Шарвашидзе генерал-адъютант его императорского величества и что согласится на его переселение в Турцию тоже что согласится на переселение в Россию например Фулат Паши какого-то известного лидера Шарвашидзе подлежит наказанию Владимир Паша оказался озадачен пытался обелить Шарвашидзе но сознался что тот сам выдавал себя и своих людей из-за скрытых мусульман более он не возвращался к этому вопросу и не настаивал на переселении далее он же пишет письмо начальник главного штаба кавказской армии генерал-адъютанту Карцеву 19 декабря 64 года в котором говорит что в дополнение к письмам предательских действий Шарвашидзе пытавшегося выселиться в Турцию с абхазским племенем не народом племенем но турецкий министр дали пояснил что Шарвашидзе абхазцы вынуждены были под личину христианства скрывать истинную веру вот как оборот пошел в Турцию то есть они все-таки как бы вот так вырулили то есть они изначально мусульмане и просил трапезонского генерала-губернатора помочь им все-таки в переселении на основании этого ходат сутроицкой правительства сообщила ему через имен Мухаммад о намерении помочь с переселением до 20 тысяч человек из Абхазии посол прикинул что Лали Паша пытается отклонить турецкого правительства нравственную ответственность за общение с абхазцами и мятежным князем и попросил управляющего консульством в трапезонде проверить эти сверения и в конце Карцев пишет кутейскому генерал-губернатору генерал-адъютанту князю Мирскому 12 декабря о поддержке приказания начать оценку недвижимости Михаила Шервашидзе которую возглавит председателем кавказский начальник генерал-майор Бартоломей второй Бартоломей второй и еще два члена комиссии подполковник Иждан Пушкин состоящий при Кавказской армии и второй на усмотрение самого князя Мирскому то есть все-таки Шервашидзе ушел и они решили значит забрать его имение Ну и последнее еще зачитаю на сегодня небольшое дело тоже фон 416 опись 2 опись 3 точнее номер 162 Национального исторического архива Республики Грузия называется она переписка о волнениях среди горского населения майкопского и екатеринодарского уездов об аресте главных виновников возникающих в волнении и о запрещении мусульманам выезда в Турцию в 1874 году это то самое дело по праву Гатлукай Буд начался в Бжедукском ауле Гатлукай его подавили ротой и тремя сотнями что в общем-то сначально не помогло поэтому пришлось вызвать батальон Ставропольского полка и четыре сотни возглавлял это дело генерал-дейтенант Кармалин который кстати в своих записках даже нормально не может называть эти племена то есть условно бжебухи у него какие-то ау Гашлука и так далее значит уездный начальник Будкевич выставляет требования Гатлукайцам что выдали девять зачинщиков от десятого догнали с чего все началось с того что они попытались уйти в Турцию и обосновывали это тем что у них временное ощущение присутствия в России что они не верят что они не собираются здесь жить хотят своим родственникам туда уехать и власти подчеркивают что у них какие-то там скановоды из Турции то есть они коноводы ну то есть вот эта вот риторика не какие-то зачинщики не буддовщики не заговорщики а коноводы из Турции значит все это все это придумали якобы были у них сходы в Лакшукай и Казанукай и облах до этого делегацию они в Екатеринодар отправляли которая была арестована и решено было властями провести нейтрализацию закона избранных старшин и назначить административно лояльных то есть они убирают свободные выборы в облах после этого случая и вводят туда назначение сверху какого-то такого суперлояльных товарищей очень старая и очень известная практика при этом старшины пытались блокировать постройку почты других благоустройств что им вменялось в вину в том числе и в конце этого дела пишет значит Михаил Романов император 4 апреля 74 года что осенью 72 года узнал о желании Бждугов и Абадзехов весной 73 года массово уйти в Турцию и выдал затрудняющий выезд запрет потому что боялся что все остальные тоже уедут особенно Терская и Дагестанская область но не успела очень многие успели выехать в 73 году Бждуги стали продавать скот и перестали сеять хлеб а когда власти спросили почему то они открыто заявили что русские власти не признают послали делегацию в Константинополе собираются выезжать мы арестовали въездки зачинщиков депутатов в Екатеринбурге которые приходили с требованием их освободить мы тоже арестовали и потом в будущих аулах заменили выборных старшин назначенцами сверху всех арестованных сослали в внутренние губернии а выезд на 74 год полностью полный ну это оставили да возможность такую оставили выезда в ответ на это письмо император Российской империи папу требовал чтобы запрет на выезд горцам стал постоянным на этом пожалуй мы закончим так как большой у нас получился выпуск достаточно пишите ваши комментарии делитесь этим видео подписывайтесь на канал в общем ссылочка будет внизу на сам основной текст который я зачитывал на бусте ту который опубликован в общем ну буду рад вашим комментариям ну и напоминаю да что внизу будет закреплен комментарий в ответе на который прошу всех кто работает над расшифровкой дела Ермолова отметиться как-либо и написать с какой частью этого материала вы работаете чтобы делать за других повторную работу чтобы как-то распределить это дело и на этом все все всем пока пока